Оперативное совещание В Белом доме Республики Башкортостан Минувший понедельник Было каким-то абсолютно сумбурным Я не припоминаю Такого перескакивания с темы на тему Перебивания и вмешательства В текущий порядок Но вот что получилось, то получилось Хабиров бесконечно Откатывался к каким-то собственным достижениям Вспоминал, что забыл что-то сказать Вклинивался между докладами В общем, что-то неладное Творится с Радиом Фаридовичем Некоторые аналитики сочли Это следствием того, что Из Кремля прилетело за слишком Активное участие в тех процессах В которых не положено участвовать Губернатор В общем, Хабиров бурно стал участвовать В жизни республики И начал вообще Все это мероприятие с того, что Перетряхнул Правительство, привел новых людей Уволил старых В общем, все это вместе называется Кадровое решение Собственно, кадровое решение Начались с назначения И утешительного приза Барданову Азату Он становится первым замом Председателя правительства Республики Башкортостан Очевидно, что это назначение Ничего не меняет В судьбе самого Барданова Кроме некой прибавки к жалованию Функционально он будет заниматься Внутренней политикой И, как выразился Хабиров Одной ногой стоять в правительстве А другой в администрации главы Не знаю, позволит ли это Сохранить в целости Штаны господина Барданова При такой раскоряке Но посмотрим Конечно, он претендовал на пост Руководителя администрации Главы Республики Башкортостан И после того, как его с треском Не допустили до этой должности Надо было ему какое-то утешение Выписать Несмотря на то, что Этот товарищ Самым отчаянным образом Спит на важнейших заседаниях Правительства И госсобраний Несмотря на то, что он потерпел Оглушительное поражение При практически всех Серьезных заданиях Но, тем не менее Барданов остается неким фаворитом Хабирова Он очень ему нравится Видимо, преданность Барданова Хабирову Просто бьет все рекорды Вот ему назначение На пост первого заместителя Председателя Ну, Назарову, конечно Как председателю правительства Республики Этот кадр нужен Примерно как плейбой архиерея Но, тем не менее Тут Назаров, наверное, не стал спорить Во время объявления этого назначения Андрей Геннадьевич Тоскливо смотрел в потолок Не скрывая Своего безразличия К этому кадровому решению Ну, некоторые из аналитиков Уже подвели черту Под взаимодействием Республиканских властей И общественных институтов Ну, действительно Навыки господина Барданова Не позволяют предполагать о том Что хоть какое-то движение В этой области у нас начнется Вторым масштабным назначением Стала карьерный рост Министр финансов Лира Игдесамова Превратилась из министра финансов В вице-премьера При этом осталась министром финансов Курировать она будет Силовые органы Министерства труда, социальной защиты И Минздрав Ну, вот это особенно смешно На фоне того, что Лиру Закуановну За глаза в Минздраве Называют могильщицей Первичного звена здравоохранения В республике По определенным Финансовым критериям Зачем ее Хабиров Назначает вице-премьером Я не понимаю Вообще Маниакальное Увеличение Количества вице-премьеров В правительстве Конечно, уже начинает вызывать Беспокойство Скоро Каждый суслик В правительстве Станет не просто Агрономом А уже вице-премьером Их количество Зашкаливает Но, как говорит Ради Фаридович Мы пошли дальше И Хабиров Объявил о том Что он Передумал И передумал он Вот о чем В самом начале Своего правления В республике Хабиров Разделил Министерство Туризма И Работы С Предпринимательством И поддержки Предпринимательства Разделил на два ведомства Отдельно Туризм Отдельно Предпринимательство И теперь Хабиров Как он выразился Пошел дальше И обратно В зад их объединил Ну Что это Как непризнание Собственной неправоты Ошибочности Решения Наверное Тут Двух мнений Быть не может Однако Хабиров Как известно Признавать ошибок Не умеет По крайней мере Никогда об этом Не говорит А самое смешное Что Создав Снова Вот это Объединенное ведомство Министерства Туризма И поддержки Предпринимательства Он назначает Его руководителем Никого иного А именно Мэра Города Сибая Господина Авзалова Вот это Вот это Тот самый Духовитый Соратник Хабирова Который Собственных Горожан Сибая Называл Экскрементами И это Особенно Запомнилось Жителям Сибая И жителям Башкирии Ну Много У этого Авзалова Там Достижения Но Как водится Главным его достижением Является Личная Преданность Хабирову Мужчина Авзалов Человек С очень Витиеватой Биографией Совершенно Непонятно Какими Компетенциями Не умеющий Толком Говорить На русском Языке Путающий Ключевые Понятия И выражения Но тем не менее Попадает Вот на пост Человека Который Будет руководить Туризмом И поддержкой Предпринимательства Кто-то уже В провластных Телеграм-каналах А не кто-то А именно Шамиль Валеев В телеграм-канале Техас Хабирова Живописал Это событие Так что Теперь Авзалову Придется Начинать Все с нуля Тем самым Даже Ближайшие Соратники Хабирова Подтверждают Что за три года В области Туризма И поддержки Предпринимательства Мы имеем В конечном итоге Ноль Ну Так или иначе Хабиров Насыщает Правительство Андрея Назарова Своими Духовитыми Соратниками Настолько Что Пожалуй Что Воздух В правительстве Скоро будет Абсолютно Непригоден Для дыхания Отмечу Отдельно Что Ни один Из этих Духовитых Соратников Хабирова Не попадает В администрацию Главы На работу Туда Не попадает То есть Все вот эти Крепно Пахнущие Парни Они оседают Почему-то В правительстве Ну Возможно Здесь заслуга Господина Забелина Который Как врач По образованию Все-таки Чтит Гигиену И чистоту Воздуха В ведомстве И не допускает Туда Эту публику Касательно Касательно Господина Авзалова Стоит Конечно Отметить Восторг Жителей Города Сибая Который Случился В ответ На Известие Об уходе Рустема Авзалова В Уфу Жители Сибая Не скрывали Своей радости Что они Прощаются Наконец С этим Мэром Они Безжалостно Описали Суть Работы Господина Авзалова Как Бесконечную Показуху И парады И абсолютную Бесполезность Для самого Города Ну Собственно Вот В пабликах Сибая Можно посмотреть Как на самом Деле Оценивается Работа Авзалова В Сибая И тем более Непонятно Почему Хабиров Возвышает Его до Руководителя Ведомства Республики По туризму И поддержке Предпринимательства Завершил Кадровые Реформации Радий Фаритович Увольнение А именно Уволил он Министра Экологии Природопользования Урал Салатович Искандарова Очевидно Что вследствие Того Что последний Поставил рекорд Российской Федерации По количеству Незаконных свалок В Республике Башкортостан И незамедлительно Был уволен А вернее Переведен На свалку Помощников Главы Республики Башкортостан Став 228 Помощником Которого Которого Хабиров 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 Характеризовал Как очень Ценного Кадра С огромным Опытом Юридическим Образованием Что в глазах Хабирова Является Исключительным Достоинством В общем Хабиров Даже Чтобы Закрепить Это решение Объяснить Его Неунизительность Рассказал О том Что он Лично Пригласил Господина Искандарова Стать его Помощником И т.д. И т.п. Исполняющим обязанности министра экологии и природопользования на данный момент остается Фазылов Нияс Масурович, зам Искандарова и человек, который в теме в ведомстве. Насколько Фазылов навсегда останется или хотя бы надолго останется в министрах пока непонятно, но тем не менее с Искандаровым мы прощаемся. В целом, конечно, могу охарактеризовать его как неудачного министра, как одну из попыток Хабирова при помощи своих старых знакомых решить проблему кадрового голода в республике. Очередной верный, но не способный. Ну, в общем, вот прощаемся. Справится ли Фазылов на посту с своими обязанностями, с работой, будет понятно в ближайшее время, потому что времена нынче наступили безжалостные. Выводы и решения принимаются очень быстро, и потому у Фазылова, конечно, никаких периодов на раскачку, и, как говорит Хабиров, курса молодого бойца точно не будет. Оперативка 18 апреля, минувший понедельник, стала первой оперативкой за последние два с лишним года, на которой вообще не упоминался COVID-19. Ну, люди, которые отрицают его существование, могут праздновать, и потому первым вопросом оперативного совещания был вопрос не о COVID-19, как мы уже привыкли, а о мерах поддержки экономики Республики Башкортостан в условиях санкционного давления. Отмечу сразу, что несколько противоречиво ведут себя власти Республики, которые буквально еще пару недель назад заявляли о том, что санкции никоим образом не отразятся на экономике и на жизни жителей Республики, а теперь уже всерьез говорят о поддержке экономики, о решении крупных проблем, связанных с санкциями и так далее. И так далее. Нисколько их не смущает, что еще вчера они клялись в том, что все будет хорошо, прекрасная маркиза, и вообще нам нечего бояться, а Искандеры санкций не боятся, теперь, значит, голос уже начинает подрагивать. Доклад на тему поддержки экономики Республики было поручено сделать Андрею Назарову, еще и в связи с тем, что ему нужно было куда-то бежать на какое-то параллельное совещание, и Хабиров хотел от него избавиться. Собственно, Назаров рассказал нам о том, что запланировано в рамках вот этих вот мероприятий по поддержке всего 143 мероприятия, из них 56 это меры не финансового характера, и 87 меры финансового характера с гигантским бюджетом 55 с лишним миллиардов рублей. При том, что только 2 миллиарда рублей из них это налоговые льготы, а остальное это прямые финансовые вливания в рамках 77 мероприятий. Назаров особо подчеркнул, что объем бюджета Республики при этом не будет меняться. Он будет ни расти, ни уменьшаться, и все вот эти вот мероприятия произойдут исключительно за счет перераспределения внутри бюджетных статей. Очень интересно, что будет сокращено. Пробежался Андрей Геннадьевич и по основным параметрам этой поддержки, сообщив нам, что малый бизнес получит прямую поддержку всего лишь на 1 миллиард рублей. Промышленный сектор и промышленные предприятия, видимо речь идет о крупных системообразующих предприятиях, получат 3 миллиарда рублей. Сумма помощи по возмещению логистических затрат, сертификации продукции и прочих затрат экспортеров и импортеров составит примерно 500 миллионов рублей. Преференция туристической сферы около миллиарда рублей. И самые большие деньги получат жилищно-строительные предприятия, предприятия, занимающиеся возведением жилья или достраивающие проблемное жилье, тут и обманутые дольщики тоже в том числе, и сумма этой помощи аж 30 миллиардов рублей. Ну да, согласен. Объем государственной помощи предприятиям и экономике в рамках и в масштабах бюджета республики, конечно, абсолютно беспрецедентный. Это более 20% от бюджета республики. Ну, и как отметил Назаров, это только первый пакет, а будет еще второй и третий. Ну, тут страшно представить, о каких деньгах пойдет речь. После того, как Андрей Геннадьевич изложил нам краткое содержание вот этой пьесы, он передал слово первому вице-премьеру правительству, курирующему экономику, Муратову Рустаму Хамитовичу, и отбыл на какое-то очень важное мероприятие, а Рустам Хамитович подхватил эстафету доклада по экономическим льготам и помощи предприятиям республики Башкортостан. Муратов более подробно доложил о том, что планируется делать, чтобы удержать на плаву республику. Уже более детально и понятно излагал. То есть, речь идет о том, что будут выдаваться льготные займы для инвестпроектов, направленных на импортозамещение. К сожалению, Рустам Хамитович не поделился тем, насколько это будут льготные займы. Ставка рефинансирования у нас нынче 17%. Это очень большая ставка, соответственно, и кредит сейчас очень дорогой. Далее предусмотрены субсидии участникам проекта «Производительность труда». Не очень понимаю, о чем идет речь. Но, видимо, речь идет о возмещении затрат тем, кто потратится на увеличение производительности труда. Тут, конечно, немножко противоречивая ситуация, потому что, если вы наращиваете производительность труда, у вас растет эффективность предприятия и, соответственно, его прибыльность. Но, тем не менее, им тоже будут помогать. Далее, вообще, вот интересная очень статья и мера по поддержке – это вхождение в уставные капиталы предприятий с целью стабилизации. Ну, я так себе это представляю. То есть, предприятия, которые важны для экономики республики или района или города, попадают в какую-то проблемную ситуацию, например, у него не хватает оборотных средств на выплату зарплаты и налогов, и государство входит в уставный капитал. То есть, вносит определенные суммы, становясь соучредителем предприятия и, ну, естественно, начинает дальше влиять на это предприятие. Тут, конечно, логичный вопрос – это выкуп или это рейдерство? То есть, как минимум, такие процессы должны быть добровольными. Ну, в общем, вопросы есть к процедуре. Также Муратов сообщил о том, что правительство планирует докапитализацию фонда развития промышленности и создание центра обратного инжиниринга. Вот по поводу фонда развития промышленности все понятно, а вот создание центра обратного инжиниринга – это очень интересный момент. Тут тоже есть вопросы. Вообще, для того, чтобы понять, что такое обратный инжиниринг, стоит обратиться к определению. Так вот, обратный инжиниринг – это, внимание, воспроизводство оборудований и технологий с аналогичными свойствами, но без прямого копирования и соблюдения авторских, лицензионных и смежных прав на производство. То есть, повторное изобретение велосипеда, но уже с существенной бюджетной поддержкой вместо развития науки и технологий. Это, конечно, очень настораживающая тенденция. Собственно, обратный инжиниринг – это всегда убежище для промышленных пиратов и копирайтеров неумех. В том смысле, что тот путь, которым пошла изначально китайская экономика, он впоследствии был отвергнут. Это просто копирование, разборка и понимание, как было сделано что-то уже кем-то разработанное. Вот этот процесс, этот центр обратного инжиниринга у нас будет организован на базе одного из вузов в республике. Это, конечно, немножко настораживает, потому что это изначально отрицает самостоятельную разработку оригинальных, уникальных технологий, уникальных инженерных решений и всего лишь восприятие устаревших или уже совершенных решений и открытий, которые где-то были сделаны. Вот это, конечно, признание собственной неполноценности и попытка догонять и изобретать велосипед. Также к мерам поддержки экономики республики Муратов отнес снижение налогообложения для потребкооперации, контроль цен на жизневажные продукты питания и, как ни странно, финансовую помощь торговым центрам при условии сохранения цен на аренду квадратного метра. Ну, тут по логике, конечно, тоже вмешиваться правительству точно не нужно, потому что цены на аренду в торговых центрах в Уфе и в крупных городах Башкирии просто запредельные, и они точно должны быть отрегулированы рынком. А сейчас с уходом примерно треть арендаторов в крупных торговых центрах, наверное, должно произойти логическое снижение стоимости квадратного метра. Но Муратов говорит о том, что мы поможем торговым центрам, если они сохранят арендную плату на том же уровне, на котором они были. Ну, вообще не очень логично с точки зрения рыночной экономики, то есть это совсем не рыночная мера. Ну, не знаю, такова логика правительства республики. Если им не жалко выбрасывать деньги на поддержку торговых центров, ну, значит, так тому и быть. Отдельно Муратов отметил наличие рисков затягивания инвестпроектов республики Башкортостан, затягивания сроков поставки и пусконаладки импортного оборудования. Это, конечно, вещь абсолютно очевидная. Некоторые виды оборудования не будут поставлены вообще. То, что как минимум не оплачено и логистически не просчитано. А то, что крупные инвестпроекты сейчас под вопросом и под ударом, это, конечно, и козе понятно. Ну, чтобы не сильно пугать дорогого Радифаритовича, Муратов в утешении ему пообещал скорую поездку в Узбекистан уже в начале мая. Радифаритович отправится варить плов в Братскую Республику и договариваться о чем-нибудь экономическом. Хотя, конечно, шансов на это все меньше и меньше, потому что вчерашние партнеры и соратники по всяким СНГ, СНГ, ДКБ и прочим союзам в ужасе шарахаются от России после того, что натворил Владимир Владимирович на Украине. И шансов на продуктивные взаимоотношения с нашими соседями, конечно, становится все меньше. Завершая описывать меры поддержки башкирской экономики, Муратов упомянул о том, что будет создана Академия туризма. Ну, видимо, первым обучающимся в ней станет тот самый Авзалов, который к туризму имеет примерно то же самое отношение, что уже упомянутый архиерей к журналу «Плейбой». Также будет создан некий фонд социально-экономического развития за Уралия. Но, видимо, это тоже как последствия руководства Авзалова с Ебаем. Нужно там создавать срочно фонд, который хоть сколько-нибудь поддержит социально-экономическое положение в этом городе. Ну и предусмотрена еще одна очень важная, характерная для кризисной ситуации мера. Это бюджетные кредиты муниципалитетам и городским округам Республики Башкортостан. Почему это важно? Потому что это очевидно кризисная мера. Потому что если муниципалитеты и городские округа не могут получить в банках кредиты, то есть банки им просто их не дают ввиду неплатежеспособности или закредитованности муниципалитета или городского округа, вот тогда приходят на помощь бюджет. На самом деле это очень плохо. Потому что это говорит о том, что экономика города или района находится где-то на грани краха. Так что вот будем с тревогой наблюдать за процессами бюджетного кредитования, потому что на самом деле это нехорошо. Подводя черту под вот этим длинным списком мер по поддержке экономики Республики, Муратов отдельно отметил, что для того, чтобы все вот это заработало и запустилось, понадобится очень много процессов и процедур, что сейчас срочно нужно дебюрократизировать порядок принятия решения и правительством, и госсобранием, принять огромное количество нормативных документов. И в целом все это вместе, чтобы запустилось, займет месяц, а то и больше. То есть вот то, что перечислил нам Муратов, это не заработает завтра, это в лучшем случае заработает к маю месяцу, а то и к июню. Тут, конечно, хочется настороженно спросить, а не будет ли уже поздно, потому что недалее, как вчера, руководитель Центробанка Российской Федерации госпожа Набиулина сообщила нам, что во втором и третьем кварталах Россию ждет необратимое изменение характера экономики, ну, как бы, как она выразилась, трансформация. Ну, переводя на русский язык с чиновничего, это будет какое-то очень крутое пике, в котором потребуются серьезные меры, а мы как-то вот неспешно дебюрократизируем ситуацию. Выслушав Муратова, Хабиров, судя по всему, не все понял до конца, и как одну из экстренных мер предложил, чтобы ситуационный центр наш, который еще вчера занимался проблемами ковида, полностью переключился на вопросы поддержки экономики. Ну, конечно, граждане сейчас начнут звонить и спрашивать, какой бюджет фонда социально-экономического развития за Урале, да какие будут перераспределены бюджетные строчки. Ну, вот не смешите ради Фаридовича. Но, тем не менее, Хабиров предложил. Видимо, утомившись от длинного и скучного доклада Муратова, Хабиров решил привнести от себя чего-нибудь актуального, опять про войну, и внезапно, меняя регламент мероприятия, заговорил о том, что существует тут некая инициатива, о том, что все школы должны быть оснащены государственными символами, и надо приучать детей, цитирую, чтить государственные символы через недельные линейки подъема государственных флагов и прочее, здесь я заканчиваю цитировать, традиционно присущие увядающим режимам и пытающимся в отсутствии реальных успехов государством давить на патриотизм. Это я уже сам так характеризую вот эту инициативу Хабирова и его вышестоящего начальства, потому что действительно ничто иное не остается вот этим вот увядающим режимом и тем, что нечего предъявить населению в качестве достижения, ничего не остается, как побуждать это население к патриотизму. Ну, глупее ничего не придумаешь, как начинать с детей, потому что если уж вы родители к этому патриотизму не приучили, то детей точно не приучите. Но, тем не менее, Хабиров поручил за неделю закупить и раздать флаги во все школы Республики Башкортостан. Ну, как человек, отвечавший за доставку, отмечу тайную доставку, 10 тысяч российских флажков на полуостров Крым, перед тем, как там случился вот этот вот Крым-наш, Хабиров, конечно, видимо, подсознательно верит в значимость флажков и флагов. Он помнит, как Владислав Сурков, руководя этой всей ситуацией, дал ему поручение доставить эти флаги в Крым. Хабиров тогда блестяще справился с этой задачей. И теперь полагает, что доставка флагов в школы тоже решит проблему патриотизма. Видимо, осознав, что в ходе всего оперативного совещания не было оглашено ни одной бурной победы Республики вообще от слова совсем, Хабиров решил добавить от себя эту победу и отметил техническое открытие Центра развития гимнастики. Он от всей души поблагодарил Владимира Путина за то, что Владимир Владимирович в далеком 2018 году услышал мольбы девочки из Башкортостана во время прямой линии и повелел создать Центр гимнастики. Характеризуя новый спортивный объект, Хабиров сказал абсолютно смехотворную фразу, которую, по-моему, процитировали все, процитирую и я. Звучала она следующим образом. Чем там в Центре только можно не заниматься. Конец цитаты. Ну, всем там, Радий Фаридович, можно не заниматься, потому что на самом деле Центр еще не открыт, не прошел он госприемку. И пометуя о том, что обрушился Центр профессиональной подготовки УМПО, который не простоял и года, хотелось бы верить в то, что вот этот Центр гимнастики, который заточен под работу в основном с детьми, пройдет более строгую техническую экспертизу, прежде чем будет работать по-настоящему. А то, знаете ли, как-то тревожно становится. Открываете вы Центры профессиональной подготовки, а они, бац, и полностью рушатся, не простояв и года с прошлого августа. Так что нет, Радий Фаридович, давайте уж все по порядку и по закону. Не бегите впереди паровоза, пускай все будет подписано и поставлена печать, назначены ответственные, а потом будем уже торжественно открывать. Ну, мы знаем, конечно, что Радий Фаридович любит открывать все по два, а то и по три раза. Так что, ну, трудно, наверное, себе в этом ему отказать. Продолжая отвлекаться от повестки заседания, Хабиров заявил, что садоводство теперь, речь идет о садоводстве на приусадебных участках граждан, становится важнейшей частью нашей экономики. Хабиров повелел всячески опекать это садоводство, помогать ему строить дороги в садоводческие хозяйства. Тут, конечно, мне стало очень тревожно, потому что мне вопрос. Радий Фаридович, мы правильно вас понимаем, что надеяться гражданам и жителям республики Башкортостан нужно исключительно на себя, в плане обеспечения себя продуктами питания. Ваш чудо, министр Фазарахманов, уже теперь не берется обеспечить нас едой на следующую зиму, и мы самостоятельно должны выращивать себе овощи на приусадебных хозяйствах. Вот так ставится вопрос. Потому что еще вчера мы превозносили промышленное сельское хозяйство, которое шагает у нас семимильными шагами в светлое будущее. Фазарахманов бодро докладывал об урожаях и прочих достижениях, а теперь, знаете ли, видите ли, у нас садоводство граждан стало важнейшей частью нашей экономики. Далее оперативное совещание, конечно, попыталось войти в привычное русло и вернулось к некому регламенту. Был доклад о работе международного аэропорта Уфа в условиях нестабильной экономической ситуации. Отмечу опять, насколько изменилась риторика наших властей, еще вчера говорящих о том, что все в порядке, мы ничего не боимся, ничто ни на что не повлияет, а тут, видите ли, нестабильная экономическая ситуация. Доклад делал генеральный директор аэропорта Уфа Александр Вадимович Андреев, собственно, начал он с тревожного и заявил, что воздушный транспорт России столкнулся с беспрецедентным давлением. Упомянув о аресте 78 самолетов в иностранных аэропортах, требование вернуть еще 900 самолетов, которые находятся в лизинге, запрет на поставку запчастей и технического обслуживания, а также страхование авиасудна закрыто. 11 аэропортов Российской Федерации, закрыты полеты в 38 стран, Шереметьево закрыло 3 из 5 терминалов и одну из 3 взлетно-посадочных полос, сократив 40% работников. Ну вот так тут тревожно же выписал Андреев ситуацию в воздушном флоте Российской Федерации, при этом он заявил, что его собственным приоритетом в работе является сохранение коллектива и размеров заработной платы сотрудников. Вот этот момент нужно запомнить. Это очень важно и нужно это будет помнить в ближайшие 3-6 месяцев, чтобы зарплата сотрудников аэропорта действительно осталась на прежнем уровне. Андреев сообщил, что он рассматривает 3 сценария ситуации для аэропорта Уфа, оптимистические, средние и пессимистические, и все они предусматривают падение пассажиропотока от 10 до 25%. В феврале-марте падение пассажиропотока в аэропорту Уфа уже зафиксировано на уровне 7%. В качестве антикризисных мер Андреев планирует сократить непрофильные расходы аэропорта на 300 миллионов рублей, создать запас запчастей на 6 месяцев, а также модернизацию аэропорта, по мнению Андреева, возможно только в рамках программы подготовки к 450-летию Уфы. Ну, то есть вхождение в бюджет этой программы. Однако непонятно, кто сказал Андрееву, что эта программа вообще будет осуществлена на фоне всеобщего секвестра расходов в бюджет Российской Федерации. Чартерные программы господин Андреев охарактеризовал как находящиеся в стадии неопределенности. Ну, мы и без него это знаем. Завершая свой доклад, господин Андреев сообщил о том, что текущую ситуацию в аэропорту он считает нормальной. Вот на этом, пожалуй, нужно сконцентрироваться, на этом тезисе. Это заявление по меньшей мере странное. Ну, я не знаю, что считает нормальным Александр Вадимович, но считать нормальным блокировку 86% авиапарка страны на территории страны и запрет для вылета за границу нормальным считать нельзя. Нормальным нельзя считать то, что 100% Боингов, Аэрбасов, составляющих большинство нашего авиапарка в 2022 году, не будут обслужены должным образом и потеряют право летать вообще. У нас нет техобслуживания этих самолетов. Нельзя нормальным считать, что сухой суперджет, на который возлагаются все надежды российской авиации, тоже испытают проблемы с запчастями для двигателей, потому что эти двигатели производятся французским предприятием. Так что, ну вот тут господин Андреев, конечно, очень погорячился, охарактеризовав ситуацию в авиации России как нормальную. Это глубоко ненормальная и очень опасная ситуация. Завершающим докладом оперативного совещания был доклад господина Полставалова, который вообще не частый гость трибуны оперативных совещаний. Мы что-то как-то даже подзабыли о его существовании. Этот мужчина, который с треском провалил работу в Министерстве земельных и имущественных отношений, был переведен в Тихую гавань ведомства по охране объектов культурного наследия и затихарился там напрочь. Ну, тем не менее, вот пришлось ему сделать доклад о современном состоянии и перспективах охраны объектов культурного наследия Республики Башкортостан. Хабиров почему-то предварил доклад Полставалова загадочной фразой. Процитирую. «Желательно, чтобы это выступление было не последним на ВКС». Конец цитаты. Ну, подобное заявление говорит о том, что либо Полставалова готовят на выход, либо сам Полставалов уже смазал лыжи и с тонущего корабля ради Хабирова переходит куда-то в другое место. Так или иначе, Олег Владимирович сообщил нам, что Республика Башкортостан занимает десятое место в Российской Федерации по количеству памятников исторического наследия и третье место в ПФО. Всего у нас зафиксировано 5717 памятников, из которых 3853 являются выявленными объектами, а 1234 памятниками федерального значения. При этом 1952 – это памятники архитектуры. Наибольшая концентрация этих памятников, очевидно, в Уфе, Бирске и Стерлитамаке. У Полставалова очень много планов по восстановлению объектов культов, в частности, объектов Русской Православной Церкви, а за отчетный период Олег Владимирович восстановил более 50 архитектурных памятников. При этом в Уфе из 60 памятников архитектуры, вот всего так мало, оказывается, у нас осталось памятников архитектуры, аж 42 находятся в недовлетворительном состоянии и неумолимо разрушаются. Это дом Веденеева Карла Маркса 13-15, это дом Тихонинах коммунистической 13, который рухнул вообще недавно, это усадьба Бухартовских на Аксакова 48 и другие. Однако Полставалов не теряет оптимизма и полагает возможным привлечение инвесторов для сохранения объектов культурного наследия. Тут я, конечно, рассмеялся в голос, потому что представил себе, как инвесторы, познакомившись или понимая, кто такие Полставалов и Хабиров, в ужасе бегут прочь. Я полагаю, что ни один идиот не вложит существенных денег в такие спорные активы, как памятники исторического наследия, в условиях, что их администрирует господин Полставалов, а республикой управляет господин Хабиров. Ну, очевидная Маниловщина накрыла Олега Полставалова, но он, повторюсь, не унывает и мечтает о создании некого центра изучения древней венгерской культуры. Ну, не первый раз чиновники Башкирии обращаются к тому, что венгры имеют какое-то смутное уральское происхождение. Не берусь говорить, что венгры теперь ассоциируются напрямую с башкирами, но что-то такое проскальзывает. А еще Манилов-Полставалов планирует в Уфе строительство гигантского хранилища археологических материалов на 7 тысяч квадратных метров. Ну, не беда же, что через год нам будет не на чем летать и ездить, зато мы изучим назло евроцентризму древнюю венгерскую культуру и построим какое-то хранилище на 7 тысяч квадратных метров. На самом деле ничего мы не построим, это все вот прожекты и Маниловщина, но, тем не менее, Полставалов задорно об этом всем сообщает, что в центре он будет что-то такое на 7 тысяч квадратных метров строить. На чьи деньги, на какие средства, совершенно непонятно. Также Олег Полставалов пообещал, что в мае музей «Шульгантаж» будет сдан. Этот объект действительно успели сделать, успели, потому что там не только строительно-монтажные, но даже изыскательские работы совершались при помощи иностранных специалистов. То есть мы ничего этого не умеем делать, и Полставалов просто нанял за валюту вот этих вот людей, которые, слава богу, работу успели сделать. Выслушав доклад Олега Полставалова, Хабиров с жаром его поблагодарил за сделанную работу и поручил Мавлиеву, новому мэру Уфы, заняться восстановлением дома-усадеб Бухартовских. Как сказал Радий Фаритович, умрем, но никому этот дом и участок под застройку не отдадим. Хабиров с какой-то удивительной энергией выступил в защиту наследия семьи уфимских дворян польского происхождения Бухартовских. Говорит, он прочитал какую-то умную книжку, она очень сильно его впечатлила, и теперь вот ему все это очень нравится. Ну, наверное, умирать рано Хабирову, да и ни к чему, но дом Бухартовский действительно стремительно разрушается в центре Уфы. Существенных изменений в последние годы вокруг и внутри этого дома не происходит. Посмотрим, насколько поручение данное Мавлиеву будет выполнено, потому что тут прямое поручение, займитесь, начните что-то делать. Ну, вот в ближайшее время и посмотрим. У нас лет на носу, благоприятное время года, посмотрим, сможет ли Мавлиев что-нибудь сделать с домом Бухартовских. Субтитры создавал DimaTorzok